13 ноября четверг начнем со сказки беларусь северного полиса вернется снегурочка своем поместью и уже заждался дед мороз вместе со снегурочкой в беларическую пущу приедет и матушка зима 29 ноября здесь ждут и других волшебных персонажей а также гостей в этот день будет открыта аллея сказочной славы посетителям презентуют сокровищницу матушки зимы а на главные новогодние красавицы страны зажгутся огоньки утренние эспрессо я денис липкин готовы рассказать о самом интересном из жизни региона на сегодня и не только трезвая молодежь здоровая нация теми дня советы профессора международной академии трезвости как избавиться от пагубных привычек будущие звезды сцены в бресте выбрали представителей на славянский базар равнение на нестеренко в бресте можно будет пробежаться от плохого настроения депрессии в компании олимпийской чемпионки а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А их еще называют демографической ямой Кстати, 177 брещан связали свою судьбу с иностранцами Большинство женихов и невест – граждане России и Украины Свою вторую половинку жители города над Бугом нашли в Казахстане, Литве, Молдове, Израиле, Иране, Мадагаскаре, Нигерии, США, Нидерландах, Сербии и Пакистане Какие еще интересные новости можно узнать сегодня из газет? Смотрите в обзоре прессы Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении проект закона об альтернативной службе Страна вплотную приблизилась к моменту, когда ее верующие граждане смогут самостоятельно выбирать, каким образом отслужить положенный срок Традиционно – по-военному или альтернативно – по-граждански Подробности в сегодняшнем номере газеты «Заря» Недавно в Бресте побывал известный телеведущий историк-литератор Вячеслав Бондаренко Столичный гость привез с собой новую книгу В сборнике из 25 рассказов собраны истории наших соотечественников Генералов, воевавших в составе русской армии в годы Первой мировой войны Подробности в «Заре» Юная вокалистка Ангелина Пипер, хорошо известная брещанам по участию в детском Евровидении Сегодня участвует в хит-параде «Радио Брест» Недавно она вернулась из Болгарии, где проходил слет творческих детей и молодежи Академии Подробнее об этом в «Брестском Вестнике» Делегация нидерландского Кувордена во главе с бургомистром Берендом Бауместером посетила Брест Этот визит можно назвать предюбилейным В следующем году исполняется 15 лет с момента установления связей между голландским Куворденом и белорусским Брестом Читайте «Брестский Вестник» О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы утреннего эспрессо О приезде человека, который стремится укрепить в сознании подрастающего поколения, что трезвая молодежь вторая нация, еще напишет пресса А пока академик, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность и оптимализм» имени Шичко Валентин Толмачев у нас в гостях Валентин Андреевич, утро доброе Доброе утро Ну вы всю жизнь, можно так сказать, всю свою сознательную жизнь пытаетесь поставить молодежь на правильные рельсы Но все же сейчас в наше время увидеть молодого человека без бутылки пива и без сигареты в руках очень сложно Получается у вас? Получается, я 15 лет отработал в Министерстве спорта и туризма и придумал и создал многие-многие такие массовые мероприятия Сам я мастер спорта по туризму, объездил весь Союз и на Монблане даже побывал во Франции И все вот эти мероприятия, слеты, соревнования, ориентирования там, все они у меня проходили абсолютно трезво и без стопака То есть никакого допинга? Да, никакого Сейчас к экранам особенно прилинули домохозяйки, у которых, допустим, муж, ну чего греха таить, любит выпить Что необходимо? Какие советы? С чего начинать? Я не употребляю слово термин выпить, я употребляю термин отравляться, потому что алкоголь невозможно пить Понимаете? В свое время у нас в магазине были обозначены ликера, водочные изделия Правильно, это и есть химическое изделие Об этом есть государственный ГОСТ, об этом Всемирная Организация Здравоохранения говорит и так далее Поэтому всем домохозяйкам я напомню английскую поговорку Дорогие родители, не воспитывайте своих детей Они будут абсолютно такими, как и вы Вы воспитывайте себя И алкоголизм, я напоминаю домохозяйкам, начинается не с канавы, когда там лежит товарищ в охмелю А когда ребенок увидел радостное лицо папы и мамы с рюмкой и сигаретой в руках То есть домашние вот эти праздники, домашние попойки Программируется человек на вот такое поведение А первый учитель у него в жизни это папа и мама А потом уже школа, потом тренер, потом вот это наша общественная пьяная социальная обстановка Ну впереди праздники и многие сейчас может быть усмехнулись Как это и на праздник даже рюмочку не поднять? А зачем? Я уже 35 лет абсолютно трезвый человек Идет обман, понимаете? И люди поддаются этому обману Россия всю жизнь была трезвая Никогда на поминках был поминальный обед, щи, каша и кисель Сейчас придумали три стопки там за того, за другого К чему это? Почему создавать такой образ? Неужели пьяные мужики могли создать такую великую российскую империю Которая по территории громадная? Чтобы ваш пример взять за основу С чего надо начинать? Отказываться от всех пагубных привычек сразу и сказать Вот это завтра наступило? Да Вот наркологи, например, или анонимные алкоголики Говорят, что это болезнь Это не болезнь Это я прихожу Кстати, и здесь у вас когда-то выступал главный нарколог области Меня в стационар пригласил Я говорю, здорово, мужики Как я вам завидую Они говорят, мы больные Я говорю, какие вы больные? Вы в таких условиях находите Белые простыни, шикарное питание Санитарки в мини-юбках ходят Какие вы больные? Я за 30 секунд докажу вам Что вы дурака валяете При помощи нашего гуманного государства По какой болезни вы пробудете в больнице месяц? И я знаете, какой пример привожу? Берем больного туберкулез легкого Берем больного рак желудка И говорю, кто-нибудь из вас желает в этом эксперименте Ну, всегда находится, пожалуйста Завожу вас на необитаемый остров И приезжаю через три года Кто остался жив? Все хором кричат, наш парень там живой Я говорю, так какой же он больной? Если в экстремальных условиях Робинзона Круза Он выживает и похоронил туберкулезника и раком желудка Никакой таблеткой, никакой дубинкой Никакими слезы материнскими не уберешь Только при помощи метода Геннадия Андреевича Шичко И я его еще дальше развил, защитил две диссертации Можно изменить свои привычки Пишите на ночь Долой алкоголь, долой табак, да здравствуют яблоки, да здравствуют счастье и здоровье Вы утром, значит, перечитываете и желательно еще и сжечь эту И так вы пишете несколько раз И меняется мышление у человека Там есть внутри директор, он говорит, господа, все пришли на мою оперативку, да Вот у меня заявление, он хочет видеть или избавиться от табака Начальник цеха легкий, как ты считаешь? Начальник говорит, ой, наконец-то вы там наверху до чего-то додумались А то залили меня табачным дегтем, я уже подумаю об отставке Никаких отставок Всем своим подчиненным дать команду Да здравствует здоровый, трезвый образ жизни И вот таким вот образом И вы знаете, у меня на курсах, я их веду уже более 25 лет, где я только не бывал Казахстан три раза, Якутии три раза Россия, Украина, Литва Не было случаев, чтобы за неделю кто-то не отказался от алкоголя, от табака Меняется мышление, люди развиваются, поднимаются У них совсем другое видение жизни Спасибо большое за ваш позитив И за то, что вы нашли время и приехали к нам в гости Хорошего дня, на вашем поприще, конечно же, больших свершений Всего доброго Ну и я вам всем желаю Счастья ночью, успехов днем, легкости в душе И обилие денег в карманах и в других местах Спасибо О том, как отучить молодежь от пагубных привычек Говорили с академиком, председателем Белорусского общественного объединения Трезвенность, оптимализм имени Шичков Валентином Толмачевым 13 ноября 1502 года, день рождения Курсива Венецианский сенат выдал Альду Мануцию, издателю и типографу Десятилетнюю привилегию на монопольное использование необычного наклонного шрифта По легенде, за основу был взят почерк поэта Петрарки 1825 год Дата рождения первого в мире кутюрье Чарльза Ворта В 32 года основавшего свою фирму Благодаря ему появилась профессия манекенщицы Так как раньше одежда шилась только для конкретной женщины Также он вел в моду кринолины и турнеры Подушечки, которые подкладывались под платье ниже талии Для придания фигуре пышности 1918 год В связи с революцией в Германии Вышел декрет в ЦИК об аннулировании Брестского мирного договора Разорвавшего Белоруссию на части по линии Двинск Свинтианы, Лида, Пружаны, Брест В 1945 году состоялся первый матч советских футболистов с англичанами Матч в Лондоне между московским «Динамо» и местной командой «Челси» Завершился ничьей 3-3 Советская команда произвела в Великобритании фурор 13 ноября 2000 года На севере Италии обнаружили фрагменты костей Принадлежащие неизвестному ранее хищному динозавру Около 9 метров в размере С длинной шеей и массой около тонны Обнаруженный динозавр является одной из самых древних хищных рептилий Принадлежащие неизвестного ранее хищного динозавра Ты пришла словно ангел с небес Хмурый день озарив ярким светом И оттенок печали исчез на лице моем встречи согретом И качнулась на небе луна И волна отодвинула сушу Загружилась моя голова Легким хмелем пьянили слова Жарким пламенем грели мне душу Твоя душа, великий океан Тепла, любви, заботы и участья Пусть годы, что отмерены судьбой Тебе приносят в жизни только счастье Я твоей заботой живу И как друг тебя ожидаю Об одном лишь жалею, грущу Что ровесником быть не могу И тебя я как дочку встречаю Твоя душа, великий океан Тепла, любви, заботы и участья Пусть годы, что отмерены судьбой Тебе приносят в жизни только счастье Тебе приносят в жизни только счастье Тебе приносят в жизни только счастье И волна, и волна, и волна отодвинула сушу Закружилась моя голова Легким хмелем пьянили слова Твоя душа, великий океан Тепла, любви, заботы и участья Пусть годы, что отмерены судьбой Тебе приносят в жизни только счастье 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 Две тысячи наиболее ярких и уникальных предметов Представлены в экспозиции Музеи хранят, изучают, показывают документы И предметы, которые помогают больше узнавать о том Как развивался город Какие известные личности в нем жили Как одевались люди И какие ценности ставили на первое место Но есть в Барановичах и необычный музей на колесах Не пропустите следующий сюжет На городских маршрутах теперь только МАЗы Последний Икарус, который эксплуатировался около 20 лет Хотя и списали, но решили оставить на предприятии Из него сделали музей Чтобы найти место для экспозиции Убрали с одной стороны сидение Где и разместили стенды с фотографиями ветеранов автобусного парка и передовиков Образцы различных документов на крупных знаках и, конечно, техники Здесь можно увидеть снимки автобусов Которые курсировали по городским улицам в 50-е, 60-е Некоторые из них даже с прицепом С конца 50-х до начала 90-х проезд стоил копейки В буквальном смысле этого слова Тогда водители привозили из рейса по пол ведра монет Такой вид выручки здесь тоже можно увидеть Старые деньги и техника, отслужившая свой срок, теперь уже история Жители городов привыкли к отечественным МАЗам Они бесшумные, комфортные и экологичные Специальная система позволяет пользоваться транспортом И людям с ограниченными физическими возможностями Подвижный парк Барановского автобуса, отметивший на днях свой 70-летний юбилей, пополнился теперь двумя новыми МАЗами Впервые в городе мы получили автобусы экологического стандарта Евро-5 Это два автобуса МАЗ-134 и 185 Оборудованный двигатель Мерседес Система нейтрализации отработанных газов Завод, минуя стандарты Евро-4 от Евро-3, перешел сразу к евростандарту Евро-5 Поэтому уже все последующие автобусы мы будем получать только вот этого стандарта Не ниже стандарта Евро-5 Конечно, хотелось бы, чтобы этот автобус на протяжении многих лет был в таком состоянии Хотелось бы, но не всегда так получается Потому что культура немножко наших пассажиров хромает Особенно в позднее время Можно увидеть часто, что мусорят Пишут, сидения всякие расписывают там Даже и режут Пассажиры должны понимать От культуры поведения и от их своевременной оплаты за проезд Зависит количество перевозок В Барановичском автопарке ежедневно на линию выходят 90 автобусов Которые идут по 29 маршрутам и выполняют около 2000 рейсов Весь транспорт оснащен речевыми информаторами и приборами Которые контролируют регулярность движения В планах предприятия совершенствование маршрутной сети города Субтитры предприятия Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на отсутствие снежной погоды в столице нашей страны, началась активная подготовка к Новому году. В этом году улицы Минска украсит 14 ёлок. Главная новогодняя красавица столицы традиционно разместится на Октябрьской площади. Её высота достигнет 33 метров. Фирменный стиль новогоднего праздника разрабатывался ещё с сентября. Убранство города будет выполнено в янтаре с элементами фиолетовой гаммы. А далее расскажем, как идёт подготовка к главному культурному событию страны. В Бресте прошёл кастинг на Славянский базар. Больше 60 заявок подали брещане на участие в кастинге на 24-й Славянский базар в Витебске. Каждый использует возможность оказаться в финале, чтобы представить Беларусь на международном фестивале в июле. В зале общественно-культурного центра чувствуется волнение участников. При этом маленькие звёзды возрастом до 12 лет совсем не боятся выходить петь на сцену, в отличие от взрослых. По их словам, уверенность в себе и опыт участия в подобных кастингах придаёт спокойствие. Мне очень нравится этот конкурс. Я всегда его смотрела по телевизору. Он очень интересный. Посмотреть хочется на других талантливых детей, которые приезжают из других стран. Мне стало очень интересно посмотреть на других детей, которые приезжают на этот конкурс. Потому что он очень такой интересный, знаменитый. Он хочется показать себя, чтобы тебя уже знали. Думаю, это будет интересно, познавательно. Опять-таки, какой-то новый опыт. И если вдруг пройду, то было бы интересно съездить в Минск и показать там себя. Прошу попробовать. А может быть-то и пройдём. А большую сцену больше, чем этих сцен. Возможности и перспективность участников кастинга оценивает профессиональное жюри, которое по-доброму относится к каждому исполнителю и стремится найти что-нибудь уникальное в манере исполнения. Количество участников Славянского базара ограничено. В Витебск попадут только самые талантливые. Я думаю, что прежде всего это хорошие голосовые данные. Из этого никак невозможно. Умение подать себя на сцене, вызвать определённые эмоции. То есть вот это некий законченный образ должен быть на сцене. И это очень важные критерии. Я думаю, самые главные. Ну и всё остальное. Интонация, голосоведение, умение пользоваться микрофоном. Есть и разница между критериями отбора среди возрастных категорий. Жюри возьмёт в команду десяти только тех детей, которые смогут понять всю мощь и глубину мысли исполнения. Не хватает репертуара детского. Они исполняют произведения. Не то, что детям как бы не под силу осмыслить. И иногда вот это исполнение, оно не совсем гармонично с их внешностью, их внешним видом. На кастинге одно настроение сменяло другое в зависимости от тематики песен. Какие из конкурсантов были более яркими и индивидуальными в манере исполнения, Брещина узнает совсем скоро. А филателисты Брещины готовят свои коллекции для участия в лондонской выставке, приуроченной к 175-летию выхода в свет первой почтовой марки. Это событие мир отметит в мае следующего года. В столице Великобритании свои коллекции марок, писем и открыток представят Брещанию Виктор Копоть, Надежда Деменюк, Павел Трофимук, а также житель Парановичей Владимир Куник. Наши земляки собрали немало интересных экспонатов. В частности, они связаны с историей рода Романовых, красотой белорусской природы, традициями почтовых пересылок. А наша программа продолжит рубрика «Штрих-код» с советами, как экономить и правильно выбирать товары народного потребления. Слово «карамель» происходит от французского «карамел» и латинского «канамелла» – сахарный тростник. Карамель – не только питательный пищевой продукт, но и самый доступный вид сладости, если не брать в расчет сахар в чистом виде. Однако от этого она не становится менее вкусной и занимает достойное место на полках магазинов. Калорийность карамели в целом чуть ниже, чем у шоколадных конфет, хотя этот показатель, конечно, зависит от состава. Например, халвичная карамель очень калорийна, а шоколадные конфеты с начинкой из фруктов, например, чернослива, умеренно калорийны и полезны. Если же говорить о здоровье зубов, то здесь однозначно более вредны карамельки и рисы. Нелюбовь к карамели со стороны приверженцев здорового питания в основном связана с высоким содержанием в ней сахарозы. Однако в последнее время в качестве заменителя сахара некоторые производители начали применять изомальт. Такой подход к производству избавляет карамель практически от всех недостатков. Она хорошо защищает зубы от кариеса и содержит вдвое меньше калорий, чем обычная карамель. Ассортимент карамелек разделяется на три вида – на развес, упакованное в красочные пакеты или коробки, и на палочки. Кстати, всем известный чупа-чупс – не что иное, как леденцовая карамель. Не забывайте, что карамельки могут быть витаминными и лекарственными. Леденцы от кашля, от боли в горле. При этом за сахаренную массу добавляют необходимые ингредиенты и добавки, такие как экстракты трав и прополис. Качественные карамельные конфеты имеют кремовый, кремово-белый или светло-коричневый из-за содержащегося какао-порошка цвет. Если же карамель имеет слишком яркие расцветки – красный, оранжевый, голубой – при изготовлении были использованы искусственные красители и ароматизаторы. А вот наиболее безопасная из начинок считается фруктово-ягодная. Готовят его, как правило, из яблок, слив и абрикос. Покупая конфеты, непременно следует обратить внимание на срок годности. Обычные карамельные конфеты хранятся не более одного года. Также обратите внимание на обертку. Лучший вариант – двойная с фольгой или целлофаном. Такая упаковка защищает продукт от опасной для него влаги. Сломанные и развернутые леденцы являются браком. А если при разворачивании обертки конфеты было обнаружено, что сладость потекла или имеет влажную поверхность, от такой карамели лучше отказаться. А еще когда разворачиваешь обертку карамельной конфетки, вспоминается добрая песенка Фунтика из советского мультфильма. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, А еще одну для друга взять в кармашек на запас. Потому что, потому что, Все сложнее и дороже, Всем доверчивее и строже, В этом мире доброта, В этом мире доброта. В городе тихая осень, Первые дни октября, Клен как-то листья сбросил, И стала другой земля. Оделась она царицей Всего на несколько дней, Но как просветлели лица У проходящих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле, Осень, красивую осень, Я попросил себе Осень, красивую осень, Бог подарил земле, Осень, красивую осень, Я попросил себе. Бог так одевает лилию, Цветущую несколько дней, Что Соломон великий, Меркнет при славе своей, Но верных одел Бог лучше, В праведность жизни своей, В праведность жизни своей, Что просветлели души Рядом идущих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле, Осень, красивую осень, Я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле, Осень, красивую осень, Я попросил себе. Осень, красивую осень, Осень, красивую осень, Осень, красивую осень Бог подарил земля Осень, красивую осень В городе тихая осень Первые дни октября Клен как-то листья сбросил И стала другой земля 13 ноября, четверг, и снова говорим об актуальном Напоминание тем, кто живет в собственном доме Налог на недвижимость, земельный налог и арендная плата за землю Должны быть уплачены не позднее 17 ноября Инспекция Министерства по налогам и сборам напоминает, что если вы не получили извещение То обратитесь в налоговый орган по месту жительства и уточните нужную сумму Заплатить по счетам можно наличными или же безналичным платежом За каждый день просрочки насчитывается пенен Штраф составляет 15% от неуплаченной суммы налога Не забываем следить из-за погоды с помощью детального прогноза синоптиков в утреннем эспрессо Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрите утренний эспрессо Сегодня в Международный день слепых в крупных городах Брещины пройдет республиканская акция «Незрячий пешеход» Выбраны маршруты, следования по которым доставляют пешеходу с плохим зрением немало трудностей В частности на нерегулируемых пешеходных переходах Акции пройдут в Бресте, Барановичах, Пинске, Ивацевичах, Березе и Кобрине Проведение подобных инициатив призвано обратить внимание водителей на слабовидящих пешеходов А далее расскажем, что происходит на Брестских дорогах ночью Это было на заброшенном заводе, которого уже нету По всему заводу были разбросаны карандаши разных цветов Им нужно было найти именно своего цвета карандаши, ну понять какие И вставить их определенным образом, то есть по размеру больше-меньше И только тогда можно определенным образом было прочитать код Это свобода, наверное Здесь можно быть самим собой Здесь какие бы тараканы в голове у тебя не были Какое бы идиотское хобби ты не исповедовал или какую-то религию Здесь тебя примут всегда Тут люди очень разные, это, наверное, очень хорошо Encounter Quest Dazor Night City В каждом городе у этой игры свое название В городе над Богом – Найт Брест За 8 лет существования она стала уникальной Брестский проект, он такой более завязан на логику И что мы замечали, когда ездили на игры в разные города Что наш проект, он такой самый дружный То есть мы все игроки, как одна большая дружная семья Друг другу всегда помогаем, приходим на взаимовыручку В других городах мы видели достаточно жесткую конкуренцию между разными командами Все люди в основном такие интересные, высшее образование Тут у всех по два, по три Очень разномастная компания такая собралась Наверное, именно поэтому ребятам ничего не стоит найти среди ночи На окраине города напиток, указанный в задании И сделать его помощью ирокез И это осенью, в очень позднее время Все эти странные действия для того, чтобы заполучить код Который откроет доступ к следующему уровню Его участники вбивают на специальный сайт И при условии, что он верный, получают следующее задание Смысл игры прост Побеждает та команда, которая быстрее всех определяет зашифрованное в городе место Однако фишка вся в том, что территория, на которой происходит квест, практически не ограничена В игровое поле превращается весь город или даже пригород А иногда и вся область Локациями, местами которые нужно найти, становятся любые объекты Иногда это заброшенные заводы, нежилые дома или достопримечательности Гадания не сложные, пока все очень активно, позитивно и хорошо Только немножко тупим, как обычно На этом, на люке, на люке Люди, которые отыграли 2, 3, 4 года, знают в Бресте такие места Куда обычный горожанин просто не заходит Мы знаем лучше историю города, мы знаем лучше историю каких-то определенных мест Второе, что дает игра, это выплеск адреналина От игрока требуется немного Фонарь, как минимум, смартфон, ноутбук, автомобиль, все, можно играть Выливать на голову бутылку газировки или раскладывать карандаши по пеналам в полночь в заброшенном доме решится не каждый Но такой уж он, Найт Брест А теперь еще про одно увлечение брещан Здоровье плюс сообщение с позитивными людьми Уже не первый раз под таким девизом на берестейский бег собираются любители активного образа жизни Наш гость Татьяна Репчева, координатор мероприятия Татьяна, утро доброе! Доброе утро! Ну, насколько я понимаю, вот этот берестейский забег, который состоится в предстоящее воскресенье Будет необычным, необычным почему? Ну, необычным в первую очередь потому, что в нем примет участие чемпионка Олимпийских игр в Афинах 2004 года Наша знаменитая, замечательная землячка Юлия Нестеренко Хотелось бы добавить также, что в этом году берестейский забег отметил свое четырехлетие И за это время, конечно, менялись и место проведения, и состав участников, и формат Но неизменным остается одно, то, что это мероприятие продолжает жить И буквально несколько недель назад родилась идея искать активных любителей бега Для того, чтобы организовывать утренние пробежки в разных частях города К счастью, такие люди, которые могли бы организовать пробежки, собрать вокруг себя людей, объединить Были, есть, и я уверена, будут в нашем городе Вот несколько дней назад официально утвердили одно из мест постоянного проведения берестейских забегов Это воскресенье с 11 до 12 утра трассы Грибного канала То есть все желающие могут подходить и принимать участие в забеге Кроме того, мы подыскиваем сейчас координаторов в разных частях города Для того, чтобы людям было удобнее Не собираться в одном месте, а чтобы было, например, ближе к дому И все желающие и те, кого интересует этот вопрос Могут искать информацию, например, в социальных сетях Группа ВКонтакте называется «Берестейский забег» Но стоит напомнить, что в этот раз с Юлией Нестеренко забег начнется в полдень Как исключение По некоторым причинам, да Именно в полдень, в 12-м году Но вот такой выход в люди, Юлии, с одной стороны, это здорово Может быть, как можно больше людей придет Но с другой-то начнут думать Я и олимпийская чемпионка, как я рядом-то бежать буду? Я думаю, что это вообще не проблема Потому что туда приходят люди и профессионалы, и непрофессионалы Причем любителей значительно больше Я сама тоже участвую в этих забегах не первый год И хочу сказать, что еще два года назад я с трудом пробегала 250 метров И когда поставила вот эту планку пробежать 5 километров Я ее все-таки достигла, эту цель Но с каким трудом? То есть я переходила на шаг Я думала о том, господи, как же мне начать бежать в следующий отрезок дистанции Но я это сделала И вот за эти два года я уже пробежала больше 650 километров в общей сложности Я думаю, что это каждому под силу абсолютно И главное сделать этот первый шаг Главное попробовать Не просто сидеть дома, наблюдать, комментировать А выйти из дома, заставить себя побороть эту лень И присоединиться действительно, получить заряд бодрости Потому что это неизменно после каждой пробежки Ну, Татьяна, надо отметить, что это не на результат, правильно? Абсолютно То есть это не спортивное мероприятие Это мероприятие уникально чем? Тем, что здесь нет никаких возрастных ограничений Никаких планок, никаких результатов, ничего Некоторые приходят на роликах, например Может быть им по каким-то показаниям нельзя бежать в такие дистанции Кто-то может просто идти быстрым шагом, неважно Главное, что люди делают это вместе Объединенные вот одной этой целью И я думаю, что у всех все получится Ну, а начать повод-то хороший Я так понимаю, что с Еленой Нестеренко можно будет и сфотографироваться на память И пообщаться, как мы говорили ранее И пообщаться, да Для многих, я думаю, это вообще уникальный шанс Допустим, я сама буду общаться с ней впервые И те, кто наблюдал за ней и болел, когда она выступала на Олимпийских играх в Афинах Я думаю, что потом смогут с гордостью вспоминать о том, что они не только пообщались с ней, но еще и бежали рядом в одном забеге Но нет никаких ограничений, что касается количества участников Абсолютно Вдруг желающих будет совсем много Ну, дело в том, что я думаю, что там такой простор, что поместятся все Главное, чтобы было желание принять участие в этом мероприятии Ну, это здорово, своеобразное десятилетие успеха Нестеренко на Олимпиаде в Афинах Могут отметить и все-все-все желающие Что необходимо с собой брать, кроме хорошего настроения? Какие-то теплые вещи, не знаю, какая будет погода точно, да Термос с теплым чаем И можно приходить всей семьей, со всеми своими друзьями и знакомыми Ну, отличное начинание, которое, я думаю, должно и должно продолжаться и прибавлять участников Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию Всего доброго, хорошего дня Спасибо У нас в гостях была Татьяна Репичева Представитель общественной молодежной организации «Наследие» И соорганизатор «Перестейского бега», который пройдет в Бресте в ближайшее воскресенье На этом сегодня все Меня зовут Денис Липкин Всем плодотворного четверга Увидимся в утреннем региональном эфире на телеканале «Беларусь-2» Хорошего дня Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok